Девушки отдыхают Подмену обнаружили несколькими днями позже Нижнекамец в магазинах менял телефоны на китайские подделки Техника готова По заморозку, а зимы не трогаем Аграрии ждут начала пассивных работ Приятные хлопоты В этом мешочке находятся яйца Православные готовятся к светлой Пасхе Из квартиры в космос На этом этаже они выйдут не просто из лифта Образно говоря, они выйдут в открытый космос На строителей 68 появилась своя вселенная Грандиозное шоу состоялось Репортаж премьеры фильма Форсаж 7 Воспитанник Нижнекамского хоккея Наиль Якупов получит вызов в сборную России Это Нижнекамские новости В студии Лили Егорова Здравствуйте Сегодня ночью страшная авария унесла жизнь 21-летнего парня АК столкнулся с грузовиком Шансов выжить у владельца, мол, электражки не было Адель Сиразова продолжит Авария произошла сегодня около часа ночи На автодороге Заянск-Сухарево Водитель автомобиля АК 94-го года рождения Выехал на полосу встречного движения Совершил столкновение с большегрузом с Канья 21-летний парень от полученных травм Скончался на месте Водитель грузовика не пострадал Оба они жители Заянска Автомашина АК двигалась со стороны Нижнекамска В сторону Заянска А грузовик навстречу На место происшествия выехали все экстренные службы Достать тело молодого человека из автомобиля смогли только спасатели Виновника ДТП предстоит установить в ходе следствия Только за вчерашний день в Нижнекамске произошло 13 ДТП с материальным ущербом Также было выявлено два водителя Которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Инспекторы ГИБДД просят автовладельцев быть внимательнее на дорогах И соблюдать правила дорожного движения Аделья Сиразова, Максим Липин, Новости НТР Китайские поделки вместо шестого айфона Полицейские задержали 35-летнего нижнекамца Который менял гаджеты в магазинах города Общая сумма ущерба от похищенного составила 78 тысяч рублей Алсуи Матова изучила подробности уголовного дела На этих кадрах видно, как мужчина заходит в магазин Здесь консультант предлагает ему различные варианты Пока продавец подыскивал гаджету аксессуары Мужчина незаметно меняет оригинал на дешевую китайскую подделку Подобное преступление злоумышленник совершил дважды Задержали его несколько дней назад В магазинах подмену обнаружили несколькими днями позже И обратились с заявлением в полицию По данным факта возбуждено уголовное дело по статье мошенничества По данным УВД, кражи произошли в цифровых супермаркетах ДНС и АКОН Заявление о подмене из других магазинов в полицию не поступало Общая сумма похищенного составила 78 тысяч рублей Краденые телефоны мошенник сбывал знакомым за 15 тысяч В отношении 35-летнего нижнекамца уже возбудили уголовное дело Стоит отметить, что он пять раз был судим Совершенно по разным статьям Среди них такие, как распространение наркотиков и убийства Алсу Юматова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР Сегодня у православных Страстная Пятница Самый строгий день Великого Поста Великую Пятницу верующие скорбят о страстях, которые перенес спаситель На Светлой Пасхе остается два дня Как готовятся нижнекамцы и какие предпочитают куличи Магазины или домашние, узнала Айгуль Яблонская Каждый год Анастасия Чурашова красит около 60 яиц Предпочитает в основном натуральную краску У нас родители красили луковой шелухой Раньше же города еще не было, красок не было луковой шелухой И еще из веников К Пасхе у нее уже все готово Дом прибран, куличи и яйца готовятся В приготовлении Анастасии помогает сестра Зоя Вот такой праздничный стол они соберут на Пасху Но все это хозяйки сегодня есть не будут Нельзя Страстная Пятница – самый строгий день Великого Поста В этот день после полудня можно пить только воду и есть хлеб А еще нужно много молиться Великую Пятницу верующие скорбят о страстях, которые перенес спаситель Ожидание людей, как бы в воскресенье оправдывается Приходит сообщение, что Христос воскрес Люди красят яйца, символ возрождения, с надеждой По древней традиции в Пасху по домам ходят детишки и со словами Христос воскрес, просят угощения К этому сестры Чурашовы тоже готовы В этом мешочке находятся яйца, конфеты, печенье Дети приходят, мы отсюда даем яички, все им И так же собираем, вот такими мешочками дети собирают А это масштабный производство куличей на Нижнекамском хлебокомбинате Из этого теста получится больше трехсот куличиков И потом они прямиком отправятся на прилавок Пышные и вкусные куличи пользуются большим спросом Каждый год к светлому празднику Пасхи коллектив Нижнекамский хлебокомбинат Делает праздничную выпечку куличей весеннего по традиционному рецепту С добавлением изюма и цукатом Мы хотим передать тепло рук наших пекарей от каждому жителю города Мы решили узнать, как нижнекамцы готовятся к Пасхе В доме навести порядок перед Пасхой Яйки покрасить, Пасху сделать, куличики спечь В церковь желательно прогуляться У меня жена русская готовится У меня есть у мамы соседка, она обычно к нам каждый год спускается И приносит яйца пасхальные Хоть я и не православный, я покупаю пасхальные яйца и кулича для праздника Как правило, куличи и яйца верующие освещают в храмах И уже в это воскресенье, 12 апреля, на Пасху православные смогут вкусить все, что им пожелается Потому как закончится Великий пост В ночь, в субботу и на воскресенье во всех храмах города и района пройдут пасхальные службы и традиционный крестный ход Все празднование начнется примерно в 11 часов вечера Айгулей Блонская, Евгений Лозаев, Новости НТР В пасхальную ночь для удобства верующих будут курсировать автобусы и трамваи 11 апреля от автовокзала до церкви села Большой Афанасово автобусы будут ходить с 22 до 23.30 С 2 до 4 часов утра автобусы поедут от церкви по городу В 20 часов от автовокзала отправится автобус до церкви села Большой Аты По завершению богослужения в 5 часов утра он вернется обратно в город Продлится время движения автобусов и до села Болчаклы, а также от автовокзала до церкви Воскресения Христова Пасхальную ночь изменится расписание трамваев Для того, чтобы верующие смогли попасть на праздничное богослужение Рейсы, следующие до речного порта, будут продлены Маршрут номер 2 будет работать с 22 до 24 часов из 3 до 5 часов утра Завтра день освобождения узников фашистских концлагерей В Нижнекамском районе проживают 11 свидетелей тех страшных событий В стенах Нижнекамского медицинского колледжа прошел праздничный концерт Подготовленный и организованный студенческими активистами Программа состояла из вокальных, танцевальных и театральных номеров Бывшие узники после лагерей удивились своими воспоминаниями Ну вот, самое страшное, когда грузили людей В те годы, конечно, особенно в селах, имели по много детей Семьи И вот эта бедная мать, у нее там за юбку цепляются 3-5 детей Вот, а ее загоняют на эти машины Или мать влезла, рассчитывая, что ей детей подадут А никто их не подавал Брали за руки, за ноги и кидали в следующую машину Мать оставалась в этой машине, дети там В Нижнекамском районе началась подготовка к посевной Аграрии уже проверили состояние зимы культуры И начнут весенние полевые работы Сегодня состоялся смотр техники Александр Комаров узнал, сколько гектаров земли будет засеяно Под урожай этого года уже с осени было посеяно 7 тысяч гектаров озимых культур Всего же на этот сезон планируется обработать и засеять более 50 тысяч гектаров земли Нижнекамского района Чуть меньше половины, это будут кормовые культуры Из этого числа большую часть составит урожай многолетних трав Далее идет кукуруза Для получения стабильной продукции от животного острая нам необходима крепкая кормовая база Тем более, значит, вот эта работа с многолетними травами В прошлом году наши специалисты, агрономы неплохо работали по получению семян многолетних трав В каждом хозяйстве получили семян многолетних трав Тем более, в этом году будет новый посев многолетних трав Это дальнейшее обновление многолетних трав Это будущее, как бы, тоже, как бы, корма Комиссия сегодня также осмотрела технику, которая будет работать на полях Нижнекамского района А это около 80 тракторов, около 30 больших посевных комплексов и более 200 различных агрегатов Все машины готовы к работе Техника подготовлена нормально, в отличное состояние Все детали, узлы заменены Значит, есть шанс, что они в свое время, как говорится, начнут весенние полевые работы И в свое время завершат весенние полевые работы И я надеюсь, они будут иметь хороший урожай Это мы посмотрим уже осенью Состояние полей засеянными озимыми культурами оценивается как удовлетворительное Это говорят и трактористы, которые уже не раз выезжали в поле Работать они начинают с трех утра По заморозку мы озимые не трогаем А уже к обеду почва отходит И поэтому приходится нам волей-неволей, чтобы не портить озимые Чтобы колеи не было и так далее и тому подобное После проведенной проверки стало ясно, что Нижнекамские агрокомплексы подготовлены на хорошем уровне В достаточном количестве есть запас семян, удобрений И есть уверенность, что все весенние полевые работы в районе будут проведены в срок Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР О проблемах сельского хозяйства говорили на совещании в администрации Сотрудники Роспотребнадзора предупредили сельчана высокой заболеваемостью геморрагической лихорадкой Также был назначен новый главный ветеринарный врач Алмаз Кашаев подробнее На совещании в администрации руководство сельского хозяйства города и фермера подвели итоги за первый квартал Начальник управления сельского хозяйства Нижнекамского района Мунер Минулин подробно отчитался в цифрах Оказалось, что в некоторых фермерских хозяйствах снизились показатели Стало меньше молока и мяса Буквально в трёх-четырёх местах минусом вышли Это продукции молока Производство мы снизили на уровне до 93% Такого у нас последние 4-5 лет никогда не было Поголовье уменьшили, сравнительно с тем годом, на более тысячи голов Неутешительным было и выступление главного санитарного врача города Рустам Изиатуллин рассказал, что в нашем районе растёт заболеваемость геморрагической лихорадкой Фермерам стоит быть внимательнее Подставлена жёсткая задача В ближайшее время, значит, минимизировать те риски, которые существуют в нашем районе В наших населённых пунктах С тем, чтобы мы вышли на снижение по данному заболеванию На совещании представили нового ветеринарного врача Нижнекамского района Им стал молодой специалист Ильнас Аглиуллин Он сразу обозначил первостепенные задачи В первую очередь, недопущение опасных инфекций в районе Поскольку, как слышали на совещании, там бешенство, сибирская язва Вот такие, в первую очередь, такие опасные болезни Молодой специалист сменил на посту Минулу Шакирова На совещании его проводили на заслуженный отдых Фермеры отметили, что за время работы Минула Сибаевич внёс огромный вклад в развитие сельского хозяйства Алмаз Кашиев, Ренат Харасов, Новости НТР В Нижнекамске впервые прошёл конкурс среди будущих медсестёр Девять участниц всего Татарстана приехали показать свои способности Аделия Сатарова пообщалась с конкурсантами Быть медсестрой непросто, но помогать людям Это замечательно, говорит участница конкурса Тамара Неконорова Девушка приехала защитить честь Чистопольского медицинского училища Вы знаете, это тоже какой-то урок Это ответственность Это подготовка к дальнейшей жизни, к дальнейшей работе В республиканском конкурсе «Сестринское дело» все задания выполняются на время Первый не значит лучше, главное – качество Своё профессиональное мастерство участницы конкурса показывают в двух кабинетах до клинической подготовки Например, в этом вам расскажут, покажут и сделают перевязку Участницы должны знать не только теорию и умело выполнять все манипуляции Но и продемонстрировать свои творческие способности В этом году конкурс был приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне Профессия медицинской сестры, она всегда была востребована как в годы войны, так и в мирное время И поэтому я считаю, что все-таки должны выявляться лучшие из лучших Всего в конкурсе приняли участие 9 будущих работников медицины из разных городов Татарстана Участникам после всех испытаний были вручены дипломы и призы Аделия Сатарова, Евгений Лызаев, Новости НТР Долгожданная премьера фильма «Форсаж-7» состоялась До начала показа прошел большой праздник Организаторами выступили НТР и кинотеатр «Джалиль» Любой желающий мог покататься на автомобиле японской марки Принять участие в массовом флешмобе И посмотреть на показательные выступления ребят из «Рассинг-клаб» Зульфия Галимова побывала на премьере Порадовать зрителей пришли студенты Нижнекамска Они организовали масштабный флешмоб От НТР пришла такая идея В нашем городе это вообще первый раз происходит такой флешмоб Какому-либо фильму и так далее У нас просто не было такого Такие флешмобы нужны, чтобы народ видел, что дети не сидят дома, а развлекаются, чем-то занимаются Артур свое выступление посвятил главному герою фильма «Форсаж» погибшему актеру Полу Уокеру Несмотря на пасмурную погоду, на праздники собралось много людей Их ждали выступления местных артистов и представления от «Рассинг-клаб» Кстати, эти ребята оказались здесь не случайно Как главные герои фильма «Форсаж» они тоже любят погонять Так как интересы нашего клуба связаны с сюжетом этого фильма, скажем так А именно с гонками Нас пригласили, чтобы мы помогли провести эту презентацию И мы с удовольствием согласились, потому что это уже не первый раз, мы приезжаем сюда Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг НТР и развлекательный комплекс «Джалиль» Помимо флешмоба и развлекательной программы, каждый желающий мог прокатиться на автомобиле марки «Датсун» Мы такую возможность тоже не упустили Развлекательное шоу вызвало у зрителей и участников праздника массу эмоций Это было круто, это было очень весело Окунуться в это все Вообще клево Ну в общем нам все понравилось, это было очень замечательно, было оригинально Выступления были шикарными и было очень весело Мне очень понравилось шоу, как танцевали, очень понравилось, как пели Были очень интересные конкурсы и также машины очень классные были Я ждал фильм «Форсаж» После мероприятия состоялся показ нашумевшего фильма Такого аншлага не было давно Зал был полон зрителями Зульфия Галимова, Ренат Харасов, Евгений Лызаев, Новости НТР Виде звезды каждый день, несмотря на погоду и время года Жители строителей 68 превратили свой подъезд во вселенную Космос появился на одном из этажей дома Что думают по этому поводу соседи-коммунальщики? Узнал наш корреспондент Люди, которые садятся в лифт шестого подъезда дома строителей 68 даже не догадываются Что на седьмом этаже они выйдут не просто из лифта Образно говоря, они выйдут в открытый космос И вот такая вот картина на этом этаже уже несколько лет Надежда после переезда просто не могла смотреть на скучно покрашенные стены А знакомый художник помог принести яркости в этот фон Над содержанием рисунка думали вместе Я сама строитель и целый день вижу эти стройки и площадки, которые мы красим Но мне это, честно говоря, чуть-чуть приуныло И свой этаж я решила сделать по-другому, что было необычно Поначалу соседи по подъезду приходили на седьмой этаж Как на экскурсию Любовались пейзажем и задумывались, не сделать ли нечто подобное Идеи у них остаются и сейчас Если здесь космос, то у себя бы я хотела какой-нибудь В виде островов или облака, тропики, в общем Вот это бы хотелось бы Управляющая компания только за такую красоту Ведь главное, что жильцы не только содержат свой подъезд в чистоте Но и благоустраивают его Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР В Нижнекамске состоится первый сольный концерт, известный в городе певицей Татьяны Андиной Многие узнают, как исполнительницу шансона Сольный концерт состоится 13 апреля в 18.30 в зале музыкального колледжа Вход платный, часть вырученных денег пойдет на лечение больной раком Натальи Петровой Очень много интересного, программа очень разная Заставим сопереживать, заставим порадоваться Программа для всех поколений, для молодежи, для более старшего поколения Но это сюрприз Наступило время плана технического обслуживания У официальных дилеров дорого или слишком большая очередь Не знаете, куда обратиться? Есть решение Сервисный центр Эверест Авто Эверест Авто – это сертифицированный сервисный центр Профессиональные сотрудники, современное оборудование Доступные цены, оперативность и полный контроль качества В сервисном центре Эверест Авто также выполняют ремонт бамперов и кузовов без окраски Если же вам нужна покраска, то она производится в профессиональной камере Которая ускоряет время сушки и гарантирует качество покрытия, близкое к заводскому В нашем сервисном центре вы можете оформить рассрочку по выгодным для вас условиям При себе достаточно иметь только паспорт Также мы работаем со многими страховыми компаниями города И все хлопоты по работе с ними мы берем на себя В сервисном центре проводят техническое обслуживание и ремонт автомобилей разных моделей Для диагностики и ремонта двигателя используется современное оборудование А также такие виды работ, как ремонт подвески, замена масла, ремонт двигателя И автоматизированная заправка кондиционера При прохождении технического обслуживания в нашем сервисном центре Вы можете быть уверены, что сохранится водская гарантия Все работы проводят согласно регламенту И также выдаются все необходимые документы Также вас ждут многочисленные подарки и акции Все подробности на сайте everestauto.com и в группе ВКонтакте Everest Auto находится по адресу Южная 3 Телефон 480811 Далее новости спорта, прогноз погоды и программа Ена Лукар Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 Сообщение также принимается на нашем сайте ntrtv.ru Я с вами прощаюсь, удачных выходных, до свидания и спасибо, что вы с нами Сегодня в новостях спорта В городе пройдет волейбольный турнир среди студентов Татарстана Воспитанник Нижнекамского хоккея Наиль Якупов получит вызов в сборную России Об этом не только сразу после рекламы Современные модели слуховых аппаратов в центре радуга звуков Незаметные внутриушные для детей и взрослых Телефон в Нижнекамске 32-33-53 Межевание садов по ценам прошлого года Шинников 27 В Стройландии весной низкие цены удивляют Душевая кабина Виладжо 18 400 рублей Душевой уголок Виладжо 7 990 рублей В Стройландии удивительно низкие цены В Металлоторге акция Купи поликарбонат сейчас, забери весной Подробности по телефону 4301 10 10 апреля 1945 года Командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Толбухин отдал приказ Об организации разминирования Вены И других населенных пунктов Австрии До Дня Победы осталось 29 дней На телеканале НТР спортивный обзор новостей В студии для вас работаю я, Кирилл Довкаев Здравствуйте Мэтт Андерсон перешел из нефтехимиков в Юр Гордон Форвард Нижнекамской команды Мэтт Андерсон подписал однолетний контракт с Юр Гордоном Сообщает официальный сайт шведской команды В прошлом сезоне КХЛ 32-летний нападающий Выступал за нефтехимик и хорватский медвежчак В составе которых сыграл 63 матча и набрал 35 очков При показателе полезности плюс 8 И еще о хоккее Российские игроки Артем Анисимов, Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов И на Илье Купов, выступающий за океаном, получит вызов в национальную сборную Сообщает интернет-портал AirSport Клуб на Илье Купова, Эдмунтон Оллерс, лишился возможности попасть в плей-офф Кубка Стэнли Также этого не смогли сделать и команды остальных вышеперечисленных россиян Поэтому наши хоккеисты получат вызов в сборную России Для подготовки к чемпионату мира Пройдет он в Чехии с 1 по 17 мая Завтра в нашем городе пройдет футбольный блиц-турнир Посвященный памяти пресс-атташе футбольного клуба «Нефтехимик» Геннадия Красакова На футбольном поле спорткомплекса «Дружба» между собой сыграют 4 команды Это сборная ветеранов, а также команды трудовых коллективов заводов СК, ДБ и СПС Открытие состоится в 10.00 В субботу в Нижнекамске пройдут финальные игры второго чемпионата студенческой волейбольной лиги Татарстана Среди мужских команд группы «Б» В корпусе «А» Нижнекамского химико-технологического института сыграют команды из Альметьевска, Бугульмы, Казани, Набежных Челнов и Нижнекамска Отметим, что в состязаниях принимают участие и прошлогодние победители этого турнира – волейболисты НХТИ Начало состязания намечено на 11 утра В Доме культуры «Альфа» состоится финальная часть первого городского турнира по игре в длинные нарды На прошлой неделе 20 участников сразились в отборочных состязаниях, по итогам которых в финале сыграют 10 человек Начало соревнований в воскресенье в час дня В эти выходные футболисты нефтехимика проведут товарищеский матч против команды «Шинник», выступающей в чемпионате Татарстана Напоминаю, недавно нефтехимики вернулись с предсезонных сборов, которые прошли в турецкой Анталии И сейчас готовятся ко второй части чемпионата среди команд ПФЛ зоны Урал-Поволжья Контрольная игра «Нефтехимик-Шинник» состоится в воскресенье на стадионе спорткомплекса «Дружба» Начало встречи в 12 часов дня На этом у меня все Далее в эфир выйдет прогноз погоды и новости на татарском языке с моей коллегой Альбиной Валеевой Я же с вами прощаюсь До встречи Погода в Нижнекамске на 11 апреля Ночью плюс один градус Утром облачно плюс четыре градуса Днем плюс шесть градусов Вечером плюс один градус Атмосферное давление 843 миллиметра ртутного столба Ветер юго-западный до 7 метров в секунду Влажность воздуха 73% База стройматериалов «Вист» Все, что нужно для строительства Кирпич, цемент, пиломатериалы, утеплители, кровля, а также многое другое К вашим услугам опытные менеджеры-консультанты База стройматериалов «Вист» Первопроходцев 14 Телефон 8-987-219-15-56 Телефон 8-987-219-56